Вчера я сделал новое приобретение. Наконец-то! Я давно хотел это сделать и вчера это свершилось. Дело в том, что крупнейший китайский производитель электромобилей, НИО, появился и я его нашел. Итак, здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. И вчера, наконец-то, я нашел акции компании НИО на московской бирже. Они появились и я давно хотел купить акции этого китайского производителя электрокаров. И вчера я это сделал. И как раз, мне кажется, это был, в принципе, нормальный случай. Дело в том, что я давно смотрел за этой компанией, потому что это один из основных конкурентов Тесла. И вчера я снова решил посмотреть, можно ли приобрести акции этой компании, потому что раньше я их не мог найти ни на московской бирже, ни на СПБ. И, наконец, я их вчера обнаружил и приобрел. Ну, давайте посмотрим, что же это за компания. Ну, давайте посмотрим на график этой компании. Вот он, в принципе, компания существует уже достаточно давно. Это основной конкурент Тесла. Он производит автомобиль, ну, покруче, чем Тесла, но при этом они очень недооценены. Вот график этой компании, он достаточно стабильный. Вот сейчас он находится на очень низком уровне, поэтому я как раз и решил ее приобрести. Она находится на New York Stock Exchange в данный момент. И, ну, я, как обычно, решил посмотреть, что же о ней пишут. Ну, здесь Upgrade, Upgrade, Upgrade. Последние новости. Ну, это были июнь 2021 года, июль 2021 года, октябрь 2021 года. И вот они, последние новости. Декабрь 2021 года. Ну, вчерашние новости, на самом деле, я решил посмотреть. И вот здесь вот. 3 Undervalued EV stocks you can buy and hold for the next decade. От Mothly Fool. Ну, давайте посмотрим. The Mothly Fool пишет. Ну, один из аналитиков. Вот здесь обзорчик такой небольшой про китайский. Кстати, да, на него ссылается, по-моему, на Yahoo Finance. You can find hidden gems in the much-hyped electric vehicle space tool. Вы можете найти скрытые бриллианты или сокровища в очень сильно перегретом пространстве электромобилей. Вместе с электромобилями Tesla и Revan, которые очень сильно переоценены, в настоящий момент существуют также и их конкуренты. Здесь написано. И здесь вот, что касается NIO. На самом деле, я про этого китайского производителя читал еще примерно год назад или полгода назад. И вы видите, что за это время вот он резко вырос. Но тогда еще не было. Я искал, я хотел купить, я даже спрашивал на SPB, но, к сожалению, ее там не было и вообще не было. И вот вчера я обнаружил ее. Вот. Ну, здесь для сравнения даются вот различные графики по сравнению NIO, по сравнению с другими производителями электрокаров и их капитализация. Ну, смотрите, кто здесь на первом месте стоит. Ну, на первом месте стоит BID. Это тоже китайский производитель. На втором месте стоит зелененький, кто у нас? Revan, Automotive Market Capitalization. Это тоже производитель электрокаров. Дальше идет, кто у нас? Ну, желтенький, наверное. Volkswagen. Фиолетовый Lucid. И на самом последнем месте стоит NIO. То есть, это по капитализации, в общем, как бы считается, что небольшая компания. Но это не значит, что она совсем небольшая. Это значит, что у нее низкая капитализация. То есть, она недооценена. Вот что это значит. Вот, поэтому, значит, вот здесь вот написано, что У Tesla это 24 цена по отношению к продажам. У NIO в районе 10. Понимаете? И вот здесь вот. There is a lot to like about NIO. Есть масса причин для того, чтобы любить NIO. Инвесторы могут считать NIO привлекательным по более чем по одной причине. Для того, чтобы начать, мы смотрим, что эта компания работает в качестве лидера на очень быстро растущем рынке. Из 2,6 миллионов электрокаров, проданных на глобальном рынке в 2021 году, примерно 1,1 миллиона были проданы в Китае. Только в Китае. Более того, в следующей половине 2021 года, в следующем полугодии количество электрокаров, проданных в Китае, было равно... That's sold... Было равно количеству электрокаров, которые были проданы во всем 2020 году. НИО по оценкам очень хороший... НИО сообщает о хорошем поставках НИО машин в ноябре. За исключением октября, компания рапортовала о снижающихся поставках из-за планов по реорганизации своих линий, конвейеров, своих заводов. И НИО сейчас в основном на восходящем тренде. Компания встречается с жесткой конкуренцией на локальном рынке в Китае, включая БИД, Экспенг и Ли Ауто, а также на глобальном рынке электрокаров, включая Тесла. Но НИО работает хорошо, несмотря на эту конкуренцию. Более того, она планирует поставки своего нового лакшери седана, ЕТ7, в начале следующего года. И новый седан... Он имеет ряд новинок технических и ожидается, что он будет расти, что это приведет к росту. Ну и здесь дальше аналогичные компании. Что еще можно сказать про эту компанию? Да, я уже показывал графики. Ну, как ее можно найти и как ее можно купить? Смотрите, что я сделал. Я сделал вот здесь вот в КВИКе поиск НИО. Вот что я обнаружил. НИО и здесь НИО. Оно находится в двух местах. Чем они отличаются? Давайте посмотрим. НИО РМ и НИО РМ. В чем отличие? Посмотрите, в чем отличие. Здесь расчеты, акции долговые расписки, расчеты в долларах. Здесь акции долговые расписки, расчеты в рублях. То есть, вы можете купить акции этой компании как за доллары, так и за рубли. И это будут не просто акции, а долговые расписки. Ну, я посмотрел просто, у меня были рубли на счете, поэтому я решил купить ее за рубли. Вот, поэтому я взял и купил ее за рубли. Ну, у меня было сколько-то здесь рублей. Вот, вы видите, сейчас отрицательная сумма, потому что я купил НИО. Я купил их 10 штук на сумму 25 тысяч рублей. И, соответственно, сейчас, ну, как это всегда водится, они у меня в убытке. Минус 290 рублей. Общая сумма убытка, как вы видите, ну, ничего страшного. Не происходит. Вот, смотрите еще раз. Вот этот тикер, если нажмете, это будет в рублях. Вот этот тикер будет в долларах. Поэтому, ну, здесь можно нажать вот сюда. Вот так она выглядит в рублях. Обратите внимание еще раз, что эти акции находятся не на СПБ, а на фондовом рынке Московской биржи. Поэтому деньги должны быть на фондовом рынке Московской биржи, а купить вы их можете как за рубли, так и за доллары. И что я хочу сказать, что это видео не является рекомендацией покупать. Я просто говорю о том, что сделал я. Сейчас я приобрел акции компании НИО. Посмотрим, что будет с ними. И это не основной, ну, как бы это основной мой портфель, но здесь он не диверсифицирован. Это не тот самый портфель, который я рассказываю про портфель 100 тысяч рублей. Там у меня, в том портфеле у меня Тата Моторс. И он на СПБ. Вот, поэтому там уже совсем все по-другому. Еще интереснее. На портфель 100 тысяч рублей там входит Форд Моторс Компани, который сейчас в прибыли небольшой. Ну, совсем небольшая прибыль, конечно, но в принципе она нормальная. Это автопроизводители, которые представлены там. Ну, и где-то у меня еще есть на СПБ, в другом портфеле. Вот они, акции компании Тата Моторс. Ну, здесь вообще космос. Вы видите, что акции этой компании принесли мне... Я их купил по 5,82 доллара. Сейчас они стоят 32,18 доллара. Представляете, в 6 раз выросли активы. Китайского производителя. Ну, это у меня уже на СПБ. Ну, я надеюсь, что это видео будет полезно. Делайте выводы сами, делайте решения сами, принимайте решения сами. Я вам рассказал только то, что сделал я. И до встречи. Надеюсь, эта информация была полезна. Лайк, подписка и пока. С вами был Демитков Юрий.